Вчерашние данные по инфляции в США укрепили позиции доллара, в результате чего евро немного отступил. В то же время фунту удается удержаться на занимаемых прежде уровнях. Давайте рассмотрим ситуацию подробнее, тем более что сегодня состоялись публикации важных для британской экономики данных, а также учтем перспективы дальнейшего движения котировок фунт-доллар и евро-доллар. Спад промышленности Великобритании на 0,2% конечно же прекратился в России, сменился ростом на 0,4%, но вот только ждали роста на 0,9%. Более того, темпы роста ВВП, которые должны были замедлиться с 7 до 6,6%, снизились до 6,5%. Иными словами, абсолютно вся макроэкономическая статистика Великобритании оказалась заметно хуже прогнозов. Так что неудивительно, что фунт продолжает терять свои позиции. Однако, навряд ли все дело именно в статистике, ведь единая европейская валюта снижается заметно активнее фунта. Так что скорее говорить нужно как раз о ней и о том, как через индекс доллара оно влияет на все прочие валюты. Причиной же продолжающегося снижения единой европейской валюты, конечно же, являются слова Кристин Лагард, после которых стало понятно, что в этом году не стоит ждать повышение ставки европейского центрального банка. Что же мы пока видим на графиках? Валютная пара евро-доллар на фоне информационного потока проявила сильный спекулятивный интерес. Вследствие этого на рынке возникли ценовые скачки, которые завершились пробоем нижней границы бокового канала между отметками 1,1400 и 1,1480 на четырехчасовом графике. В данной ситуации стабильное удержание цены ниже уровня 1,1400 увеличивает шансы продавцов на нисходящий ход, который приведет к поэтапному восстановлению относительно коррекционного движения. Спекуляции не обошли стороной и британскую валюту. Так вот, с подачи информационного фона на рынке возник локальный прострел максимума 3 февраля отметки 1,3626. Этот шаг ни к чему кардинальному не привел практически сразу котировка вернулась в исходное положение, с чего все и началось. Несмотря на локальные скачки цены, контрольные значения 1,3480 и 1,3630 так и не были подтверждены на четырехчасовом периоде. И тем самым трейдеры все еще ориентируются на них. Напоминаю, что позиции на покупку рассматривались после удержания цены выше 1,3630 на четырехчасовом графике, а позиции на продажу были актуальны после удержания цены ниже 1,3480 также на четырехчасовом графике. До тех пор котировка находится в стадии застоя, где с учетом недавних ценовых изменений преобладает нисходящий интерес.